Меня зовут Бахтиар Базарбеков, у меня трое детей, сейчас супруга ждем четвертого. С детства так получилось, что у меня 5% зрения, но несмотря на все это, я являюсь активным гражданином нашего социума и занимаюсь спортом, занимаюсь бизнесом, являюсь режиссером документального кино. Если объяснить, что такое 5% зрения, это файл для бумаги, нужно свернуть в три раза и посмотреть через него на мир. Инвалидность по зрению мне присвоили с детства, так как это наследственная катаракта, заболевание наследственное такое глазное. Она передалась от моего отца. Так получилось, что все трое в нашей семье, я, брат и моя сестренка, родились с плохим зрением. И с этим зрением мы родились, живем и наслаждаемся жизнью. Наши родители, так скажем, боролись за то, чтобы мы были максимально полноценными, максимально независимыми. Верили в свои собственные возможности и максимально реализовывались. Все, что мы захотели, велосипед, коньки, санки, все мы покупали по возможности, потому что родители у нас, они не были из богатой семьи. И они работали на заводе Казахского общества слепых. Мама в первую смену, отец со второй сменой. Мы сами учились в интернате. Я, в частности, после интерната поступил в университет, Казахскую государственную юридическую академию. И там совершенно в другой мир окунулся. После интерната это был просто какой-то квантовый скачок. Мой кругозор там очень сильно расширился. Свою трудовую деятельность мы с братом начали с 13 лет, еще со школы. Мы продавали на барахолке лимонад на базаре. И наш путь начинался там с двух бутылок, буквально карманные деньги, которые мы сэкономили. И за лето мы уже обороты увеличили, так скажем. И к школе уже сами себя одели. Эта помощь большая была родителям. Вот какая-то вот эта предпринимательская жилка у нас уже тогда зародилась. Было много, особенно в 90-е годы. Что скрывать. И пистолетом у виска угрожали. И крали товар, который брали мы на реализацию. Деньги обманывали. То есть всего-всего много этого было. Но мне кажется, это как раз такое испытание на прочность. То есть если выдержишь эти испытания, поднимаешься на какой-то другой уровень. Это жизнь. Жизнь – это как бы постоянно преодоление себя. Ты становишься лучше, чем вчера. Проект «Спорт без границ» родился в 2016 году. Я тогда принимал участие на соревнованиях по шахматам. Республиканские соревнования по шахматам были. Мы, значит, играли в условиях, так скажем, неприемлемых для нормального спорта и отношения к человеку. Потому что незрячие люди играли практически в таком мрачном помещении. Было холодно и не хватало инвентаря. Поломанные часы. И когда у меня там пешки не хватило, мне судья говорит, ну сейчас кто-нибудь срубит и тебе поставим. Я тогда подумал, что не должно быть такого. Идея поднять спорт среди людей с инвалидностью на более высокий уровень, она мне не давала покоя ни днем, ни ночью. И быстро собрались единомышленники. Когда Бахтияр начал организовать веломарафоны свои знаменитые, у него тоже вот эти вот все идеи, вся его креативность, она проявлялась в полной мере. Но порой он не замечал каких-то мелких деталей, каких-то технических нюансов. И очень важно было его в этом поддержать, помочь ему организовать команду. Я подключился на этом этапе по его приглашению. И нам удалось сделать какие-то шаги для того, чтобы они могли развиваться дальше. Еще в детстве у нас были велосипеды, нам покупали обратно велосипед. И мы мечтали проехать от Алматы, допустим, до Копчегая. Это была, знаете, это была действительно мечта, даже не цель. Затем, когда уже вот спорт без границ образовался, мы эту мечту превратили в цель и очень быстро ее осуществили. Но если ты достигаешь какой-то цели и не ставишь еще дальше, то получается вот этот вот откат, какая-то пустота получается. Ну а что дальше? А дальше, то есть получается, еще не достигнув этой цели, мы уже ставили другие себе цели. А почему бы нам не проехать от Алматы до Астаны и соединить этим самым две столицы? И сделать так, чтобы на этот челлендж, на этот флешмоб, или как хотите, да, чтобы обратили внимание как можно больше людей. Мы все-таки решили осуществить наш этот первый веломарафон и доехали до Астаны за 9 дней. Тем самым показали, что вот без травм, без всяких каких-то нюансов мы доехали. Было сложно, да, было сложно, но это мы понимали и шли на это. Потом уже в 2017 году мы провели более профессионально, так сказать, ну, можно сказать, более профессионально. Уже была поддержка от фонда первого президента, уже СМИ подключились, то есть благодаря средствам массовой информации о нас уже начали говорить об этом проекте. И мы в том году выиграли конкурс «Лучший социальный проект года» и получили грант, который как раз и направили на проведение международного веломарафона «Алматы и Сыкуль». И мы решили вот этот веломарафон в 2018 году, вернее, поехать из Астаны до Парижа, проехать на велосипедах. Не все участники являются незрячими, потому что там есть и волонтеры, которые нам помогают приготовить, кушать в поле, поставить палатки, сопровождают нас на машинах. И также пилоты, сопровождающие в тандем. Тандем – это парный вид спорта, где есть не зря человек, который сидит сзади на велосипеде, есть зря человек, который сопровождает. И вот они оба крутят педали. Только при слаженной работе можно достигать хороших результатов. Я достаточно часто задаю себе этот вопрос, для чего это мне нужно. Для чего мне нужно помогать, быть общественным, заниматься общественными работами. Потому что общественная нагрузка, она очень сильно влияет на бизнес. То есть, когда мы готовили Астана-Париж, мне практически пришлось оставить вообще, я не занимался практически своей работой. И очень сложно было. Вот я вам так скажу, что мне приходилось... Вот иногда, да, то есть со слезами на глазах, я занимал у сына деньги для того, чтобы купить продукты домой. Такие моменты тоже были. И тогда я вот спрашивал, имею ли я право вот так вот сейчас поступать со своей семьей для того, чтобы помочь другим людям. И я отчасти нашел ответы, но до сих пор я полноценно на этот вопрос не ответил. Просто вот до 2016 года, я с 2002 года занимаюсь бизнесом, у нас студия завоевывала международные награды в Милане, в России. У нас имеется диплом за подписью первого президента. Имеется очень много, масса положительных отзывов от клиентов, как от корпоративных, как от частных лиц, да. И в какой-то момент стало, знаете, как-то... Ну, осмысленности вот этой вот не хватало. Да, работа, да, я зарабатываю. Да, там я себе могу позволить многое, да. То есть, ну, а что останется после меня? Что останется... Чем будут гордиться мои дети? Что вообще есть смысл в нашей жизни? Вот эти вопросы я начал задавать достаточно поздно себе. И... Но я счастлив, что я их начал задавать себе. Потому что когда как раз-таки задаешь эти вопросы сам себе и честно, честно сам себе на них отвечаешь, то тогда многое для тебя открывается. И... Сейчас я знаю, что в любом случае, в любом случае я... найду силы, возможности, то есть, ну, купить там кусок хлеба, да, чтобы у меня на столе стояли, чтобы у меня дети не голодали. Помогая кому-то, мы сами становимся сильнее. Мы становимся сами более открытыми. Я думаю, что это сам... Ну, то есть, одна из таких вот мощных, мощных практик, как бы это эгоистично ни звучало, это делает и тебя лучше. Бахтияр, он замечательный супруг. Его очень любят дети. Он любит детей, он возится с ними. Он еще большой романтик, он все время дарит цветы, выдумывает какие-то сюрпризы. Вот у нас может утром собрать, быстро-быстро повезти куда-то в непонятном направлении. Оказывается, что мы летим на воздушном шаре. Перед свадьбой, конечно, родственники спрашивали, о чем ты думаешь, когда, ну, это же, сама понимаешь, наследственность, все такое, ну, я ни на минуту не задумывалась, но это любовь, да, наверное. Потому что, ну, не было... Я не помню, я ни в какой момент не боялся. С ним не страшно, правда. Он такой всегда уверенный, всегда решительный. Ну, мы с супругой познакомились в 2006 году. В 2008 году мы поженились. И, ну, в 2009 у нас родился первый сын старший. Супруга у меня зрячая. То есть она... Она, наверное, до конца вот как-то даже, наверное, и не... Ну, она никогда не чувствовала, насколько... То есть, вернее, так скажу. В первые годы она даже не понимала, насколько я плохо вижу. Когда я вот этот вот файл приподнял, ну, и говорю, вот так вот я вижу. Ну, она расплакает. Что, действительно, ты так видишь? Ну, да. Ну, а у меня-то не с чем сравнить. Я не знаю даже, как видит 100% зрячий человек. Полезный ли я человек в быту? Гвоздь забить точно смогу. По дому какие-то мелкие вещи, там... Это все я делаю. Мы даже недавно отремонтировали с сыном электроприбор там один. По-моему, это была гирлянда для новогодней. Да, в прошлом году вот гирлянду новогоднюю мы с ним вместе запаяли. Он мне помогал. У меня двое детей, они также имеют инвалидность. А старший сын, он не имеет инвалидности. Тогда, знаете, вот когда я младшего сына вез на операцию, ну, я плакал, да. Хотя я сам это все прошел. Я знаю, что можно быть счастливым и без зрения, и со слабым зрением, да. Можно и быть несчастным, полностью здоровым человеком, да. То есть я это все знаю прекрасно. Но когда ты вот с этим соприкасаешься уже в своем... Ну, то есть по отношению к своим детям, это какие-то другие чувства. Ну, и тогда он начал задавать вопрос опять-таки. Я люблю вообще за вопросы себе задавать. Да, я вопрос такой задавать. А почему это... То есть для чего вообще так получилось? Почему так получилось, что... Ну, именно такая ситуация. Что мне жизнь хочет показать этим? Что мне хочет сказать судьба, вселенная? Я понимал, что могут родиться... Может родиться ребенок с инвалидностью, потому что это не наследственное, да. Но я и супруга, мы были к этому готовы. И мы понимали, что на нас ложится больше ответственность за своих детей. И, ну, я знаю, что мы с супругой справимся с этой ответственностью в полной мере. И мои дети, они будут полноценными гражданами нашего общества.